В эфире «В теме» и я, Валерия Пенина. Поговорим сегодня о нашем городе-герое. Любимой Туле, которая с присоединением Ленинского района стала больше Санкт-Петербурга. Границы Тулы значительно расширились, город стал больше в разы и теперь мы на втором месте. У нас только один конкурент в этом вопросе Москва. А почему мы не первые? Может догоним и перегоним столицу? Что нам для этого надо? Присоединить всего-то чуть больше тысячи квадратных метров. Для этого нам с Лихвой хватит территории Щекинского района и мы в лидерах. Амбиции для нас превыше всего. А что изменилось после того, как Тула стала гигантом? Ну кроме того, что жители поселков стали горожанами. Давайте начнем с управления. Тула стала больше, а вот заместитель и у сети менеджера сократилось до трех замов, а между прочим народу на их попечении стало больше. Впрочем, как и забот. Или может быть власть стала ближе к жителям Ленинского района? Отнюдь. Если раньше жителю надо было дойти пешком до местной администрации, где он всех знает, да и чиновники в курсе о существующих проблемах в поселке, то теперь надо ехать в Большую Тулу. Обивать пороги главных управлений администрации Тулы по определенному округу. И не факт, что с первого раза просьба будет услышана. А транспорт? С ним, кстати, вопрос до сих пор не решен. Цена поездки из района так и не приравнялась к стоимости поездки по Туле. То есть за 20 рублей мы не доедем из Шацка или обидимо до Тулы. Когда только решался вопрос о присоединении Ленинского района к Туле, и противники этого новшества приводили аргументы против, мол, социально-экономическая нагрузка на Тулу возрастет, до власти будут не достучаться, то Владимир Груздев говорил, что хуже не будет и что люди не должны терпеть неудобства из-за перемен в исполнительной распорядительной власти. Свежо предание, довериться с трудом. Поэтому, может, все-таки стоит присоединить и Щекинский район для полной картины и удовлетворения амбиций, ведь хуже-то уже не будет.